Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это обзор игры Offworld Trading Company. На самом деле это не новая игра, вышла она ещё в 2016 году, но я постоянно обзор откладывал, потому что были более масштабные проекты, я какими-то другими делами занимался, но об этой игре я хотел всегда рассказать, потому что создал её Сорен Джонсон. Кому незнакомы эти имя и фамилия, этот чувак программировал третью цивилизацию и был ведущим геймдизайнером четвёртой, то бишь четвёртая цива, по мнению многих лучшая цива, пожалуй, в серии игр Civilization, создана была именно им. Потом он ушёл из Фераксис, поработал над Спорой, тоже отличная игра, но, конечно, не он был ведущим геймдизайнером там, перешёл в Цингу и, наконец, в 2013 году сформировал собственную Mochauk Studios и выпустил вот Offworld Trading Company. Игра на самом деле очень проста, возможно, поэтому я и не рассказывал о ней. Это наши любимые торговые цепочки, только доведённые до максимально возможного минимализма, извините за такое масло-масляное. Идея проста. На какой-то планете, будем считать на Марсе, находят полезные ископаемые и вы руководитель одной из торговых компаний, которым поручено эти залежи добывать, либо перерабатывать их в продукцию. И задача на карте — скупить все остальные компании, стать монополистом и победить. Те ресурсы, которые вы сейчас видите на своём экране, — это, собственно, всё, что и есть в игре. Вода, железо, кремний, углерод и алюминий — это, считайте, сырьё, которое вы можете потом ещё переработать в сталь, химические элементы, еду, энергию и электрочип. Всё, тут вы не сможете ничего нового открыть. Здесь нету вот этих длинных торговых цепочек, как в том же «Оно». Вам не надо это всё будет запоминать. Самый главный экран находится у вас слева, где то повышаются цены на то, что вы добываете и производите, то они падают. И, исходя из этого экрана, вам надо регулировать собственную торговую компанию, что она добывает и что продаёт. Ограничения на каждый уровень вашей базы вы сможете определённое количество застолбить за собой мест по добыче чего-либо. Ну, по умолчанию, на каждом уровне по пять мест. И апгрейд вашей базы стоит денег либо ресурсов, потому что, если вам не хватает ресурсов, вы всегда сможете купить. Но покупка ресурсов означает, что цены на эти ресурсы повысятся, и вам будет всё дороже и дороже их покупать. Например, та же энергия, если вам не хватает энергии, она автоматически будет покупаться, но автоматически и повышаться в цене. Поэтому просто забить на воду или энергию, с которой всё производится, не получится. И вот так вот, балансируя на грани банкротства, вы зарабатываете деньги. Причём можете уйти в глубокий минус по долгам, это тут вполне нормально. Потом выплатить этот долг. Главное, что вы уже закупились необходимым оборудованием. Как только у вас появятся деньги, вы начинаете выкупать свои акции и акции конкурентов. Свои акции надо выкупать для того, чтобы вас сразу не купили, потому что половина акций за вами забронирована, но если вы их не выкупите довольно быстро, ваша компания будет стоить дёшево, и вас смогут купить. После того, как вы купили свои акции, вы можете покупать акции конкурентов. Во-первых, это позволит вам получать доход с их деятельности, а во-вторых, в дальнейшем их компания для вас будет стоить дешевле. Побеждает, в общем-то, тот, кто купил, скупил всех своих конкурентов. Звучит просто, играется просто, и я не скажу, что это такая глубокая стратегия, как та же четвёртая цивилизация, но проработана она великолепно. И здесь, несмотря на такую простоту, всегда множество вариантов развития. К тому же, хоть она и реал-тайм получается, это не пошаговая стратегия, тут всё происходит в реал-тайм режиме. Она не требует от вас быстрых действий мышкой, потому что тут нету никаких войн. Всё, что вы можете сделать конкурентом, это провести всякие диверсии, опять же, для этого нужно здание особое купить. Тут происходят всякие события, вы можете дополнительное место на аукционе выкупать. В общем, игра постоянно заставляет вас что-то делать, чтобы вы не скучали. При этом сами партии происходят быстро. Интересно, что экономика закольцована сама на себя в этой игре, потому что все ресурсы требуются для чего-то. И исходя из этого, повышается или понижается стоимость на них. Для примера, чтобы проапгрейдить вашу базу на каждый уровень, ей требуется вначале просто железо, потом алюминий и сталь. Но опять же, там зависит от того, за какую вы фракцию играете. Там тоже они есть разные, у них есть тоже некоторые бонусы, минусы, я в это не буду вдаваться. Но при этом вы не обязаны добывать эти ресурсы, вы сможете заработать деньги на чем-то другом, а потом эти ресурсы купить, если, конечно, их хватает на рынке и их стоимость невысока. То есть вы, например, в сетевой игре играете на четверых, кто-то стал добывать алюминий, необходимый для постройки базы, а вы что-то другое. Он алюминий продает, получается, стоимость на него падает, а то, что вы производите вы, никто не производит. А алюминий, предположим, все трое вашей соперники производят, значит, он будет стоить намного дешевле, чем то, что производите вы. Благодаря этому вы уже в некотором выигрыше. И так во всем. Энергия, понятно, требуется для функционирования ваших зданий. Газ и бензин, там немножко по-другому называется, требуются для доставки ресурсов из тех месторождений, где вы их добываете, на вашу базу. Химические элементы потребуются вам для изучения технологий, которые улучшают добычу ресурсов. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание Леша Рептилоид. Получите лично от меня приятные бонусы для старта. console.war.ru Все это довольно просто, но в игре появляется глубина. И из всех экономических игр, построенных на принципе цепочек производственных, Off World Trading Company, пожалуй, самое наглядное. У вас больше строений, больше рабочих, они начинают потреблять больше еды. Вы вложились в индустриальные издания, все ваши конкуренты тоже, а один из конкурентов вложился именно в еду. И он начинает скупать ваши акции и вашу компанию, потому что его продукция более востребована на рынке, чем ваша. Но вы можете устроить ему диверсию, например, отключить от питания все его фермы или парники. А они, скорее всего, находятся в одном месте, потому что тут в игре есть еще бонус за соседское расположение. И вот он уже сидит без денег и в долгах. Могут происходить всякие природные катаклизмы, например, буря на солнце повышает добычу энергии у солнечных батарей, а песчаная буря, наоборот, снижает эту добычу, зато повышает добычу энергии у ветряков. В общем, много-много всего. При этом вы не сможете строить все подряд, потому что, во-первых, вы ограничены в деньгах, а во-вторых, что намного более важно, ограничены в местах для постройки. Вы можете, кстати, заранее застолбить свое место, но не строить там еще пока ничего, это тоже возможно. Потому что есть довольно вкусные клетки с большим количеством ресурсов, которые вам будут давать больше воды или карбона, чем иные. Кроме того, тут еще важно, чтобы они поближе к вашей базе были, потому что иначе вы будете тратить очень много энергии на их транспортировку. Из дополнительных возможностей, ну, как я говорил, можно построить здания, в которых вы будете открывать улучшения ваших добывающих зданий. Можно построить развлекательное здание, которое вашим рабочим поможет чувствовать себя лучше. Хакерскую сеть или бюро патентов, которые, первое, позволяют диверсии всякие проводить, а второе, получать бонусы в разных местах, но, опять же, не буду вдаваться в подробности. Или получить доступ к черному рынку, где цены на ваши товары будут выше, чем на планете. Возможностей уйма и что делать в данный конкретный момент времени зависит только от ситуации на карте. Главное, заработать больше всех денег и купить конкурент. Средняя длина партии полчаса, так что в некотором смысле можно считать эту игру казуальной, или... Ну, кто-то может даже написать в комментариях, что она хорошо бы смотрелась на планшетах, но не думаю. На большом экране намного более интересно в ней играть, чем пришлось бы тыкать пальцем. Не знаю, тут можно поспорить. Из минусов. Ну, как я и говорил, игра проста. Возможно, для кого-то это будет минусом. Но и шахматы просты. Конечно, я не буду сравнивать Off-Poll Trading Company с шахматами. Разные совершенно игры. Но это и не шашки, и не домино. Здесь действительно большая вариативность. Большое количество различных стратегий. Тут невозможно сказать, что вот вам надо добывать только этот ресурс, а другой никогда не добывать. Тут надо постоянно что-то менять. И в зависимости от того, где вы появились, и как идет игра. Тем более, что она хороша именно против живых соперников. Здесь есть и дуэли, и есть партии на четверых. И вот, несмотря на то, что игра вышла в 2016 году, я даже сейчас всегда могу найти себе соперников и сыграть партию. Даже, наверное, я после этого обзора найду время, постримлю вам одну из таких игр, чтобы вас заинтересовать. Не всегда читабельная карта, не всегда понятно, где что. Вот это проблема, конечно. Хотя издания разные, но не всегда понятно, где и что происходит. С другой стороны, ну и не всегда это надо. Прям уж так смотреть. И главное следить за колебаниями на рынке, за колебанием цены. Ну, как я и сказал, главный экран находится слева. Вот это за сколько продает, за сколько покупает. Это и падает сейчас цена или повышается, чтобы вы понимали, какой тренд на эту продукцию на планете идет. То есть, если цена стала падать, может вам стоит удалить этот завод или добычу и построить что-нибудь другое. В общем, игру я, несомненно, рекомендую. Это, конечно, не ААА проект, не гениальное творение, но с душой сделана игра, с отличной музыкой, с приятным визуальным рядом, с космической такой тематикой от человека, который, как мне кажется, разбирается в играх. Так что спасибо Сорану Джонсу. Кстати, жалко, что от него сейчас ничего не слышно и непонятно, какими сейчас он играми занимается. Но Off World Trading Company жива, там даже вышли дополнения к ней. Люди в нее играют. И это, несомненно, умная игра. Так что обратите внимание, а также не забудьте заглянуть на consoleworld.ru. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok